Я Феоксистова Людмила Николаевна. Родилась в городе Николаеве в 43-м году. Получила высшее образование, закончила Одесский университет, исторический факультет. Я проработала в 40 лет с лишним в школе. Сейчас я на пенсии. В основном уделяю внимание своим внукам. У меня внучка, которой уже 30 лет, и у меня двое правнуков от нее. Внук, студент от младшей дочери. То есть у меня две дочери, три зятя, двое внуков и двое правнуков. Но сказать, что я занимаюсь только тем, что на пенсии занимаюсь внуками, это сказать почти нечего. Потому что я занимаюсь и общественной работой. Где-то с 2000 года я входила в состав городского совета ветеранов-учителей при доме учителя. Курировала Ингульский район. Теперь я больше занимаюсь в Ингульском районе именно героико-патриотическим воспитанием школьника. Когда началась вот эта эпидемия с этим ковидом, конечно, старались реже встречаться. Но тем не менее не прекращали свои встречи. И в школах, и в библиотеке с учениками. Стояли вопросы о том, что необходимо вакцинироваться. Вы знаете, мы люди старого времени, того периода, советского, мы привыкли выполнять то, что нам предлагали. Но мы вакцинировались, нам всегда прививки делали. Это новая какая-то болезнь. К ней относились настороженно. И когда уже вот такой звоночек, когда я почувствовала себя не совсем здорова, и пришлось обратиться в больницу, хорошо, что это обошлось. Только как врач мне сказал, у вас бронхит, подлечились, идите вакцинируйтесь. Был такой момент, когда дети так полушутя, полусерьезно, меня спросили, а ты хочешь, говорит, почаще видеться своими внуками, правнуками, значит, надо вакцинироваться. Но знаете, что меня сильно настораживало? Вот в поликлинике большое стечение людей. Поэтому я, так как я часто по своей общественной работе сталкивалась, Володка Наталья Анатольевна, и у нас такое небольшое общество Турбота, я знала, что оно связано с Красным Крестом. Я должна сказать, что так, как сделали в Красном Кресте, не сделали нигде в поликлинике. То есть нас собрали небольшой группой на определенное время. Мы приходили, мы получали свою дозу отдохнув, мы уходили, и заходила следующая группа. Все-таки я считаю, что вакцинация нужна, но без соблюдения вот тех рекомендаций, которые мы нам предлагают, и нужно бережно к этому относиться и с достоинством, и соблюдать. Тогда мы сможем только победить вот эту страшную чуму 21 века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова